Здравствуйте, дорогие мои художники! Сегодняшний урок посвящен изготовлению соленого теста. Мы с вами приготовим сегодня вот такое мягкое, эластичное соленое тесто. Я не думаю, что я для кого-то сделаю открытие. Многие из вас уже дома это делали, но я решила с вами поделиться своим способом, самым-самым простым. Нам понадобится с вами вода, мука, соль и крахмал. Крахмал я добавляю для того, чтобы наше тесто с вами не трескалось и было эластичным. Особенно, если вдруг мы с вами будем делать какие-то мелкие детали. Сколько воды нужно, я думаю, что никто вам точно не скажет. Это нужно пробовать и делать на глаз. А вот мука, соль и крахмал я взяла в равных пропорциях. Здесь у меня в стаканчиках по 50 грамм. Но я сначала беру мелкую соль и немного добавляю воды. Вся соль, конечно же, не растворилась, но все-таки она хорошо перемешалась. Соединяю крахмал и муку. И посыпаю теперь и соединяю с солью. И начинаю все это вымешивать. Видите, у меня вода вся впиталась. И я немножечко теперь ее добавляю и продолжаю вымешивать. Так, вот так потихонечку у меня уже собирается комочек. Соль, конечно, мы можем использовать с вами не только мелкую, но и крупную. Но ее заранее нужно будет растворить в водичке. Иначе ваше изделие будет такими крупными вкраплениями соли. Как видите, с количеством воды мы с вами определяемся в процессе того, как мы вымешиваем с вами тесто. Очень часто еще в тесто, это другие, конечно, рецепты, добавляют масло, клей ПВА. Но мы с вами добавили крахмал для эластичности, повторюсь. Ну и, в принципе, для самого простого теста этого будет достаточно. Получился у нас комочек. То есть мы не брали с вами большие пропорции муки, крахмала и соли. Мы все взяли по 50 грамм. Вот. И вот такой вот с ладошки. Видите, у меня помещается какой у нас хороший кусочек. То есть для небольшого изделия, для лепки, нам вполне хватит и этого куска. Напомню, если кто-то не знает, что храним мы наше тесто в целлофановом кулечке в холодильнике. Так. Смотрите, вот мое тесто полежало. То, что я вам показала в самом начале ролика, открытым. И оно при нажиме растрескалось. Я точно так же сейчас увлажняю пальцы рук. Хорошо-хорошо этот кусочек вымешиваю. И тоже его спрячу. Целлофановый сейчас кулек. Чтобы в дальнейшем его использовать в нашей работе по рисованию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...